Жители Западно-Казахстанской области спасаются от паводка. В регионе эвакуировано уже больше 6 тысяч человек. Из затопленных дачных массивов под Уральском людей увозят на лодках прямо с крыш зданий. Город, окруженный тремя реками, заливает со всех сторон. Ирина Морозова следит за ситуацией в регионе. Окраины Уральска продолжают стремительно заливать. Дачники лишь с тоской наблюдают, как топят их дома. Несмотря на предупреждения спасателей, опасность вовремя распознали не все. Вот и Юрия Локтева сегодня пришлось буквально снимать с крыши. Соседи сумели добраться до пенсионера на лодке и перевезли его на сушу. Мужчина, говорит, не ожидал такого стремительного потока. Надеялись, что не будет воды. Все время следили. Вроде в уровне не поднимался нормально. А потом резко, буквально за 5 минут все затопило. Только успел на крышу подняться. Спасатели уже несколько дней предупреждают тех, кто живет в дачных массивах, что оставаться там опасно. Город, окруженный тремя реками, топит буквально со всех сторон. Самое страшное, что вода чаще приходит ночью. Люди боятся за имущество и стараются как можно дольше задержаться дома. Но спасатели просят подумать прежде всего о своей безопасности. Люди многие отказываются. То есть они сами говорят, что они остаются, что у них вот столько-то, в доме столько людей. Они сами не хотят. Наши сотрудники действительно работу проводят, но насильно пока не заставляем. Если будет прямая уже все, прям критическая ситуация, то тогда сотрудники вынуждены будем обратиться к органам полиции и уже в принудительном порядке вытаскивать людей. Непростая обстановка и в области. Из одних поселков вода уходит, но топят другие. Из опасных районов эвакуировано уже больше 6 тысяч человек. Тех, кому некуда идти, размещают в авакопунктах. Здесь люди в безопасности, но боятся, что возвращаться будет некуда. Мы только все отстроили. У нас только, как говорится, только закончили ремонт. Две комнаты полностью. Телевизоры большие. Все поутонуло. Не успели мы ни вещи, ничего с собой взять. Надеемся, что нам кто-нибудь хотя бы поможет в чем-нибудь или как. Потому что сейчас вода уйдет. Мы придем. Мы, считай, остались без жилья, без ничего. У нас маленький ребенок. В такой ситуации в регионе сейчас тысячи семей. У кого дом устоял, а чей рухнул, будут выяснять позже. Комиссия по подсчету ущерба начнет работать, когда минует опасность и вода уйдет. Но пока об этом говорить рано. Пик паводка на реке Чиган не пройден. По данным гидрологов, в Верховьях на территории России его уровень еще растет. А эта вода доходит до Уральска за сутки-двое. Значит, что в нашем регионе вода еще будет прибывать. Спада ожидают не раньше выходных. Ирина Морозова, Андрей Семерев, КТК, Уральск.